всем привет и добро пожаловать на мой канал меня зовут датси и сегодня у нас очередной выпуск как я уже говорила в среду сегодня пятница и мы посвящаем день нашему с вами общению а значит я читаю ваши комментарии и сегодня будем обсуждать все те темы которые мы поднимали в течение последних ну наверное двух или трех недель комментариев очень очень много собралось за эти пару недель даже те которые я выбрала их действительно большое количество и я не думаю что мне хватит времени в рамках одного видео для того чтобы на все ответить поэтому буду делить этот выпуск на две части надеюсь двух частей нам хватит и 3 идет не придется вот поэтому если вы свой комментарий или свой вопрос не услышали в этом выпуске то обязательно смотрите следующий и следующем я надеюсь что ваш комментарий прозвучит перед тем как мы начнем хочу сказать огромное огромное вам спасибо за то что вы так активно комментировали мои последние выпуски и действительно наверное за почти почти год работы над моим каналом впервые я ощущаю себя ну скажем не так одиноко потому что если до этого отзыва или или тех же самых комментариев было небольшое количество я ощущала себя как-то ну совсем уж одной то есть я моя камера и что-то я там вещаю то сейчас на самом деле я впервые наверное ощутила что у нас создается какая-то наша кому на какое-то наше сообщество в рамках которого мы все общаемся в рамках которого мы все не боимся делиться и мы друг другу рассказываем о своем опыте и друг другу помогаем приободряем и как-то делимся для того чтобы наши вот этот наш этот путь деторождение он был немного немного более легким немного более приятным особенно в те моменты когда кажется что все уж очень очень плохо в рамках моих выпусков у меня к сожалению не будет времени зачитать абсолютно все ваши пожелания поэтому насколько смогла я письменно вам ответила ну а зачитывать буду уже конкретные вопросы конкретные истории и те комментарии которые помогут как мне кажется и мне и вам первый комментарий на видеоролик день с новорожденным то есть это наш первый с рэмом влог екатерина мне пишет обрати внимание что у ребенка голова в одну сторону может поэтому он и есть не в позу ухо плечо я бы не оставляла это без внимания екатерина спасибо тебе большое я тебе уже письменно ответила но на самом деле для мамочек которые также только-только родили и не имеют опыт с детьми хочу отметить этот комментарий особенно когда я монтировала видеоролик я заметила что рэм все время смотрит в одну сторону я подумала ну интересно может быть он просто устал может быть как то не знаю более интересная картинка в этот момент с другой стороны и решила потом еще посмотреть и обратить внимание что же будет делать потом и спустя пару дней я поняла в чем дело два месяца я рэма после кормления для отрыжки ношу все время на правом плече и он смотрит исключительно в одну сторону и очевидно его маленькие мышцы шеи они уже привыкли уже натренированы и он все время смотрит в одну сторону я попробовала переложить его на другое плечо и он стал плакать то есть ему было очень очень неудобно он поворачивался упрямо в другую сторону смотрел мне в щеку я поняла что это просто дело привычки и сейчас я должна тренировать его другую сторону поэтому оба мы сейчас страдаем ношу его преимущественно на левом плече для того чтобы ребенок осмотрел в другую сторону вот поэтому мамочки берите себе на заметку меняйте стороны плеча на котором вы носите ребенка и в принципе если вы замечаете что ребенок смотрит больше в одну или в другую сторону обязательно во первых позвоните педиатру спросите нужна ли физиотерапия малышу если нет это просто тренируйте его и попробуйте его направлять в другую сторону или на жиль пишет дата скажите пожалуйста чем можно заниматься с малышом в три недели коврик нам пока рано игрушки погремушки тоже пока игнорируют письменно уже ответила также для мамочек еще расскажу ничем нельзя заниматься в первые три недели в принципе мне кажется до первых пяти недель особо заниматься нечем потому что малыш слишком маленькой его когнитивные какие-то способности не предполагают что он сейчас будет обращать внимание на игрушки смотреть на мобиль ловить взгляд он только-только в первые недели учится вообще направлять свой взгляд фокусировать свой взгляд и он только разбирается с тем что и как он видит и так как он в первой неделе толком ничего не видит дальше 30 сантиметров то нет смысла его пытаться развлекать ковриками погремушками мобилями или какими-то еще игрушками которые можем могут ввешаться там я не знаю на коляску например поэтому наберитесь терпения будьте для него единственной игрушкой и единственным развлечением на первой неделе жизни пытайтесь близко с ним общаться смотреть на него разговаривать с ним чтобы он тренировал свой взгляд а потом уже с какой-то шестой седьмой недели вы увидите сами как малыш начинает интересоваться какими-то игрушками как он ловит свой взгляд уже там с восьмой наверное недели сможете его положить на коврик он обязательно будет смотреть на него сможете на кроватку повесить мобиль и увидите как он на самом деле даже ваше лицо воспринимает по-другому потому что с недели 8 9 он начинает видеть ваше лицо не только по периметру и в общих каких-то очертаниях но он уже начинает проводить какие-то параллели линии по центру вашего лица обращать внимание на глаза на нос на рот поэтому тренируйте его гримасами разговаривайте с ребенком и наберитесь терпения так а сам сам не пишет у нас тоже требовательный и нетерпеливый малыш это весело до слез но как бы да весело до слез в прямом смысле до слез потому что иногда ты просто начинаешь реветь от своего ужаса так как не понимаешь что с этим малышом делать ничто его не устраивает так следующий комментарий на видеоролик я сбросила 20 килограмм за два месяца кстати к сегодняшнему дню еще минус один килограмм молодец так оксана шахова пишет какая вы приятная женщина получаю огромное удовольствие слушая вас вы умничка спасибо вам благодаря вам понимаю что все со мной в порядке это просто особенности периода жду тренировок да это только и исключительно особенности периода нам нужно пережить это время как-то в своей голове привыкнуть к этому и чем быстрее мы себе скажем так значит сейчас происходит именно так и по-другому не будет и поэтому единственное что ты можешь поменять это твое отношение и чем быстрее мы себе это скажем тем легче нам будет в этом я уверена по крайней мере в тот момент когда я себе так сказала мне стало легче потому что до этого я упрямо пыталась поменять ситуацию и как-то поменять то что со мной происходило но это не вариант ничего не поменяется а следующий комментарий на видео мои роды и влог алена пишет мне подскажите сколько в итоге вы веса вы набрали при беременности и как это сказалось в родах повлияло ли на малыша и у меня уже 30 недель и прибавка весе 11 килограмм ругают и пугают значит так расслабляемся 30 недель 11 килограмм это супер потому что вы если не ошибаюсь не набрали даже норму то есть норму среднюю средняя норма до 15 килограмм поэтому расслабляйтесь и радуйтесь жизни я набрала 30 килограмм об этом я рассказываю своих последних видеороликах пожалуйста вот все что после родов и влога родов просмотрите мои видеоролики и там про вес я в том числе вам рассказываю как я его сбрасывала как проходили мои роды я тоже рассказываю и в принципе пожалуйста ничего не бойтесь не пугайтесь не позволяйте окружающим людям себя запугивать в том числе и докторам если доктор вам говорит или устрашает вас говоря о том что что-то может пойти не так пожалуйста просто попросите этого доктора объясните вам почему аргументировать и просто популярно вам объяснить потому что мы не медики мы не знаем что к чему и когда нам говорят ой там лишний вес не родишь то конечно же мама приходит в ужас но это кошмар когда тебе так говорят мне помогало когда я доктор говорила окей я вас поняла я на это обращу внимание но объясните мне чем мне грозит то или иное явление что может пойти не так и когда мне разъясняли я легче воспринимала информацию и легче мне было ее переживать но если мне доктор так и не объяснял и просто говорил так есть и все тогда я просто ну понимала что эту информацию можно но не то чтобы пропускать мимо ушей но сильно по этому поводу не переживать максимум что я делала это я вычитывал информацию искала информацию в достоверных источниках и если я находила подтверждение моим опасениям тогда естественно я очень уж ну скажем так усиленно обращала внимание на тот или иной факт и если я этого подтверждения не находила я расслаблялась на видеоролик как рождение ребенка изменила мою жизнь так снежана мне пишет спасибо вам за ваши правдивые рассказы и в то же время за то что настолько вы приятны и спокойно об этом говорите это помогает настроиться спокойно и размеренно на рождение ребенка и и того что с ним ждет ждем первенца осени снежана поздравляю вас с вашим прекрасным событием которое вас ожидает осенью и действительно вы очень тонко и хорошо подметили мою цель собственно этих видеороликов не пугать никого а рассказывать для того чтобы молодые будущие мамочки они понимали что их может ожидать и чтобы у них было время подготовиться следующий комментарий от кэтрин к тому же видеоролику все осталось при тебе такая же обаятельная и харизматичная спасибо очень интересно как получается заниматься домашними делами вместе с малышом насколько удается держать дом в чистоте и как получается приготовить кушать как бы ты справлялась если бы рядом не было людей которые хоть как-то но помогают тебе значит так с малышом как удается держать дом в порядке единственный способ как держать дом хотя бы хоть в каком-то порядке это пытаться убирать убираться сразу после того как ты поела ты поменяла например у подгузник малышу как вы поиграли и так далее и так далее то есть не оставлять на потом потому что если оставлять на потом то у тебя получается гора просто бардака твоего который потом убрать намного более тяжело плюс ко всему пытаюсь убираться когда малыш спит то есть он в комнате у себя отдыхает я в гостиной на кухне там в прихожей в гардеробе везде пытаюсь быстренько убраться плюс ко всему каждый раз когда мы уезжаем например либо к доктору либо на прогулку либо еще куда бы то ни было если есть возможность я прошу маму чтобы она хотя бы мне пропылесосила и потом уже по возвращению малыш может там развлекаться например своем мама ру либо в бэйби бёрни либо опять же спать и тогда я быстро делаю влажную уборку мою полы в принципе в риге так как здесь пыли у нас немного такой уборки хватает раз в неделю все остальное время я поддерживаю чистоту то есть подметаю протираю пыль и как-то так убираю что касается готовки я не готовлю готовит есть мне мама за это большое ей и огромное спасибо на готовку у меня времени нет совсем думаю что в санкт-петербурге придется как-то заново адаптироваться и благо есть мультиварка потому что в мультиварке очень быстро быстро можно приготовить еду и еще один плюс наверное нашего ужасного бытового вопроса который до сих пор не решен у нас в петербурге в квартире до сих пор нет кухни мы ее до сих пор не поставили поэтому мне не нужно перемывать огромное количество посуды мне не нужно заниматься там ну такой основательной готовкой в духовке в сковородках в кастрюлях и так далее и так далее и потом это все также мыть у меня есть мультиварка я прекрасно готовлю в мультиварке это быстро и легко поэтому я думаю что во время сна малыша я буду справляться запросто чтобы я делала без людей которые мне помогают конечно же я бы просто вешалась особенно первые недели это было бы просто невозможно катастрофа я была бы ну не знаю на какой-то грани на грани фола наверное не знаю даже думать не хочу об этом следующий комментарий к тому же видеоролику екатерина мне пишет даться посмотрела видео и вспоминала себя с первым сыном мне тоже казалось что я потеряла свою свободу что так будет теперь всегда малыш плачет а я переживаю и плачу рядом бессонные ночи но время быстро течено и вот уже этому малышу скоро 15 лет и сейчас я не могу поверить что вот этот парень который уже выше меня сломающимся голосом с виднеющимися усами который скоро будет бриться и есть тот самый кричащий и изменивший настолько мою жизнь малыш тогда в 24 года я думала что все это наш единственный ребенок но не прошло и трех лет и родился второй сын мне было 27 когда муж уходил на работу я стояла и плакала бубня под нос что мне с двумя делать-то слушайте ну вот это я прям картину представляю насколько это тяжело когда у тебя двое маленьких детей и ты действительно в слезах провожаешь мужа в ужасе понимаешь то что теперь целый день с ними будешь делать сейчас я улыбаюсь вспоминаю все это и наслаждаюсь каждым днем своей долгожданной малышкой которой скоро месяц слушайте ну вы прям герой да и сейчас конечно не просто больше всего хочется нормально выспаться но мне очень помогает муж даться терпения вам и сил поскорее воссоединиться с мужем и все наладится очень хорошо подготовились к рождению сыночка я не знала и половины того о чем вы рассказывали с первым сыном жду новых видео екатерина огромное вам спасибо за этот прекрасный комментарий за вашу историю да и мне самой на самом деле она сильно-сильно поднимает настроение придает какого-то оптимизма позитива и я понимаю что черт действительно время скоротечно и все очень очень быстро пройдет поэтому набираемся сил и терпения с мужем и с и воссоединимся скоро еще нам осталось ровно неделя и он приедет и мы сможем уже собирать наши чемоданы и паковаться домой елена пишет огромное удовольствие видеть красивую молодую маму способную собраться в кучу и адекватно относиться к изменениям и во время беременности и после родов тем более с рождением малыша такая женщина никогда не перестанет быть интересной и любимой здоровья и счастья всем вам кстати ну да елена спасибо это елена написала по поводу того что я боялась что мужу стану неинтересной и вечером в среду мне позвонил муж и говорит я посмотрел твое видео его миленький и чё он мне сказал что глупости это все что на самом деле зачастую ему нечего сказать потому что он не хочет меня тревожить своими какими-то проблемами какими-то заботами на работе вот и и вообще ему порой кажется что ему нужно задаваться этими вопросами поэтому в очередной раз у меня успокоил утешил и порадовал следующий комментарий от оля я очень вас поменяю прям как себя слушаю самое сложное мне было не принадлежать себе я будто потеряла себя наверное где-то с года все она начала налаживаться особенно когда ребенок пошел в садик сейчас ребенку уже семь лет и мы задумались о втором и это не просто для меня и в то же самое время это большое счастье одно утешает что все проходит нужно собой договориться ой мудрые слова действительно нужно с собой договариваться но и с малышом в том числе договориться с той половинкой которая во мне хочет поработать а я илюстратор и люблю свою работу и той половинкой которая хочет иногда побыть одной и той которая хочет потусить все будет хорошо удачи вам и продолжайте свои видео пожалуйста буду обязательно продолжать. Такие ваши отзывы и комментарии уж точно мне придают сил и показывают мне, что есть смысл действительно продолжать. И я думаю, что с каждым месяцем, с каждой неделей развития жизни наших малышей нам будет все больше и больше о чем говорить и тем, которые мы с вами сможем обсуждать. Так, следующий комментарий на тот же видеоролик от Дирдора. Здравствуйте, а нет ли у вас такого чувства незавершенности, что до рождения ребенка нужно было еще многое сделать, а после уже никак? Вы знаете, это очень важный вопрос, спасибо вам большое. Лично у меня такого ощущения не было совсем, потому что родила я в 35 и до своих 35 лет я уже наработалась, я уже находилась по ресторанам, уже позанималась хобби, начиталась книг, належалась в ванне, не знаю, ну, напутешествовалась точно нет, это невозможно, путешествий в моей жизни никогда не будет много. В принципе, я сделала, наверное, все, что могла сделать вот прям с лихвой, и я понимала, что мне уже давным-давно пора заводить семью, и эту семью я очень-очень хотела. То есть моей главной целью было построить эту семью и родить детей. Но я знаю, что мои подруги, которые мои одногодки, и которые родили там, например, 24, 25, 26 и так далее, до 30, и у которых там один, двое, трое детей, они, да, об этом говорят, что есть такое ощущение, что, да, они, во-первых, не принадлежат себе, что вся их жизнь отныне, она подчиняется воле и желанию другого человека, если это двое-трое детей, то тем более, и что есть какое-то такое жуткое ощущение того, что так много не сделано, так много не успели, что не путешествовали. И если бы знали, насколько тяжело будет, насколько тяжко вот именно первые эти периоды, то, может быть, может быть, повременили бы с рождением малышей до 30 и после. Потому что все-таки после 30 уже твоя голова как-то более или менее на месте, и все-таки ты более осознанно к этому вопросу подходишь. Но я всегда думаю только об одной. Я всегда задаю один и тот же вопрос. Вот смотри, окей, ты сейчас вот ощущаешь эту пустоту и вот это ощущение того, что у тебя что-то не сделано, ты что-то упустила, ты могла бы то, пятое, десятое. Вот смотри, до детей, вот вспомни себя до детей. Вот мы дружим, вот, например, есть у меня подруга, с которой мы дружим там с детского сада. Я говорю, вот смотри, до твоих детей возьми отрезок хотя бы пять лет. Вот за пять лет сколько ты путешествовала? Сколько ты ходила, не знаю, по музеям? Сколько ты посещала мероприятий? Сколько ты каких-то авантюр в своей жизни начинала? Сколько ты языков изучила? Сколько раз ты, не знаю, какие-то курсы закончила? И ответ? Да нисколько. Или раз, два, три. Максимум. Поэтому здесь, я думаю, обязательно нужно обратить внимание на свою жизнь до детей. И поверьте мне, если вы не делали эти вещи до детей, то вы не делали бы эти вещи в тот промежуток, когда у вас родились дети, если бы их, например, не было. И поэтому нужно успокоиться, порадоваться, что вы их родили в в молодом возрасте, и думать о том, что очень скоро наступит время, когда они станут более или менее самостоятельными, и вы уже тогда сможете все эти вещи делать. Вот тогда составьте список, подумайте, что бы вы хотели сделать, и действительно реализуйте эти свои пожелания, эти свои планы. Потому что если сидеть и всю жизнь говорить о том, что вот, я не сделала это, не сделала то, пятое, десятое, лучше вам от этого не станет. Вы будете только все глубже-глубже погружаться в свое уныние. А если вы действительно хотите то или иное, не знаю, какое-то ваше увлечение, или какой-то план, или какое-то путешествие реализовать, то, пожалуйста, напишите план, начинайте копить деньги, идите к тому, чтобы этот план реализовать. Окей, через год, окей, через два, но реализуйте его. И тогда все будет хорошо, и не будет вот этого ощущения пустоты, не будет ощущения какой-то потерянности и того, что вы что-то не успели и что-то утратили. Наоборот, когда ты идешь четко к своему плану и капелька по капельке начинаешь как-то добавлять ресурсов к реализации этого плана, тогда есть ощущение реальности, и есть ощущение того, что ты что-то делаешь, и того, что ты что-то достигаешь, иначе никак. Следующий комментарий от Нади по тем же видеороликам. Дация, ты такая чудесная, восхищаюсь тобой, спасибо. У каждого из нас свой путь, и сейчас, вспоминая моих двоих детей, могу сказать, что все эти трудности забываются очень быстро. Главное, не растворяться в ребенке, а побольше думать о себе. Я, например, никогда не могла без душа каждый день, и волосы мою каждый день, это никогда не было проблемой. Я в ванну брала с собой шезлонг, включала музыку, дети лежали и смотрели вокруг, а я мыла себе спокойно. Спать тоже приучила сразу в кроватке, никогда не оставляла их в своей кровати. Это пару дней криков выдержать, а дальше все, привыкли. Одно могу сказать, глядя на тебя, ты очень ответственно подошла к рождению ребенка. Иногда можно ослабить хватку и позволить ему поорать, чтобы понял, что ты тоже человек, а вообще тебе просто не хватает мужа рядом, поэтому все вдвойне сложно. Я очень понимаю, желаю вам поскорее воссоединиться и все наладится. Еще когда мужчина в доме, ты всеми силами будешь стараться приодеться, причесаться и выглядеть хорошо. Мы ведь расслабляемся, когда нас никто не видит. Обнимаю тебя, передаю лучи добра, с удовольствием бы приехала с тобой пообщаться и помочь, и поделиться опытом. Держись, ты красотка. Надин, спасибо тебе большое. На самом деле, Надин, с ней мы давно-давно знакомы, правда, миллион лет не общались, но где-то в социальных сетях вечно друг у друга мелькаем. Поэтому, Надин, спасибо тебе огромное за твой комментарий. Я с тобой абсолютно согласна и про ванну, и про мужа, и про приодеться, и про то, что это очень скоро все проходит. Сейчас вот именно эти трюки, вот как, например, с ванной, я не могу себе позволить, просто потому, что нет рядом второго человека, который сможет этих малышей или моего малыша из ванны поднять и безопасно, в общем-то, переместить на пеленальный столик. Вот. А так, когда я буду в Петербурге, 100% буду купаться вместе с своим малышом. Да и вообще, сейчас на самом деле я уже приноровилась, когда малыш засыпает, уже темно, и поздний-поздний вечер, то я тихонечко пробираюсь в ванную комнату и заложу в ванну на минут 15-20 для того, чтобы хотя бы чуть-чуть расслабиться и кайфануть. Вот. А все остальное с тобой абсолютно согласна. И, к сожалению, да, но мы уже уезжаем. Но когда вернемся в августе, обязательно давай будем на связи, встретимся, пообщаемся. И буду очень рада тебя увидеть. Следующий комментарий от Ирине. Мое персональное открытие. На педикюр можно обойти с ребенком. По крайней мере, мой двухлетний отлично проспал на мне 2 часа всю процедуру. Я очень вам завидую и хочу сразу сказать, что с моим малышом это вообще не вариант. Вот вообще не вариант. Он любит находиться в автокресле. Да, он может спать в коляске, но как только движение останавливается, его больше нет, то мой малыш просыпается. Сейчас я буду стараться с белым шумом попробовать его, скажем так, держать спящим подольше в коляске и в автокресле. Вот. Но пока у меня это не получалось. Плюс ко всему, на мне ребенок спать не любит. Он, в принципе, как я уже говорила, на руках у меня находиться не любит вообще. То есть за 2 месяца с лишним его жизни на мне он спал ровно 3 раза. 3 раза. И 2 из них, ну, с большим-большим моим усилием и уговорами, не поспал он буквально там, не знаю, минут 40 максимум. Вот. Поэтому для нас это не вариант. И также она пишет, да где же вы растеряли шарм? Вы такая природа-мать, такая женственная, красивая, спокойная. Это вам только так кажется. С мужем тоже сейчас только о ребенке разговариваем. А моя жизнь происходит исключительно на кровати, где мы спим, едим и так далее. Но он говорит, что все понимает. Сейчас другие приоритеты и так и должно быть. Ко всему можно приспособиться. С вами согласна. Мы также будем приспосабливаться. Следующий комментарий отдали. Смотрю ваше видео, и в голове сразу же всплывают все воспоминания, все эти размышления. Для меня с моей двойней самые сложные были первые 3-4 месяца. Дальше приходит осознание. Хотя ты в голове своей эти месяцы понимал, что все скоротечно. Того, что теперь ты живешь так. Такая жизнь. Это твой осознанный выбор. Вы очень приятная личность. Всего вам самого прекрасного. Дарья, спасибо вам огромное. И на самом деле восхищаюсь вами, потому что родить двойню и все это переживать с двумя детками, это просто какой-то героизм. Не знаю, откуда вы, с какого вы города. Я бы на самом деле, если вы Санкт-Петербурга, очень надеюсь, что вы Санкт-Петербурга, я бы с удовольствием с вами пообщалась. Может быть, даже пригласила бы вас к себе на канал для того, чтобы вы рассказали свою историю того, как вы справляетесь с двойней. Я думаю, нам всем бабам было бы очень и очень интересно вас послушать. И, может быть, от вас поучиться и набраться каких-то трюков и мудрости из вашего опыта. Я тоже себе часто говорю, что так, значит, вы с мужем оба решили, что вы хотите ребенка. Пригласили этого маленького комочка счастья на эту планету, поэтому давай, подсоберись тряпкой, теперь займись ребенком и хватит ныть. Ну что ж, видеоролик наш уже затянулся очень-очень длинный. Как я уже говорила, комментариев большое количество, поэтому на сегодня я заканчиваю именно на этом комментарии Дарьи. Желаю вам всем доброго-доброго дня и встретимся с вами уже... Когда? Уже встретимся с вами в понедельник. В понедельник будет вторая часть нашей с вами беседы, и впереди еще много интересных ваших комментариев. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, желаю вам доброго-доброго дня, прекрасного уикенда и до скорой встречи в следующем моем видеоролике. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!